Мы учимся у других людей не тому, что они говорят, а тому, что они делают и как живут. Меня зовут Катерина Коврова, я руководитель семейного центра, психолог, консультант по цифровой зависимости у детей и химической зависимости у взрослых. Окружение влияет на нашу жизнь, это действительно так. Окружение в широком понимании, это наша страна, город, коллеги по работе, секции, которые мы посещаем. Более в узком понимании этого слова, это наша семья, это наши близкие, друзья. Жизнь человека действительно меняется, если его окружение наполнено ресурсами. Человек считывает, берет для себя то, что качественно будет менять его жизнь. Поэтому очень важно, чтобы наше окружение было таким, каким мы представляем себя в своих мечтах. Я хочу достигнуть чего-то, значит, я должен найти группу людей, которая прошла уже этот путь, и подсмотреть, научиться, расспросить, узнать, познакомиться, для того, чтобы быстрее пройти этот период времени, используя те навыки, которые люди уже получили на своем собственном примере. Есть такое прекрасное понятие, как эффект социального заражения. Мы заражаемся плюсами и, соответственно, минусами нашего окружения. Поэтому очень важно выбирать именно то окружение, которое позволит тебе наполниться, вдохновиться, научиться новому. Все мы принадлежим своей стае. И нам очень важно быть в этой стае принятым. Если в стае есть определенные правила, определенные нормы, по которым живет эта стая, хотим мы этого или не хотим, мы начинаем меняться. Мы принимаем для себя нормы этой стаи. И очень важно, чтобы та стая, в которую мы попали, была действительно гармоничной, была действительно счастливой. Если мы говорим о семье, нам очень важно окружать себя счастливыми семьями. Как же это можно увидеть? Счастливая семья, она какая? Мы наблюдаем, как люди. Для нас очень важно понимать не то, что люди говорят, а то, что они делают. Какие привычки есть в семье, как взаимодействуют взрослые, супруги, как взаимодействуют дети и родители. Мы это все считываем. Мы понимаем, есть ли в семье напряжение. И если нам нравится то, что происходит, если мы хотим так же, если мы хотим повторить, улучшить свою семейную модель, мы будем учиться. Одну и ту же семью можно поместить в условия благоприятные, спокойные, поддерживающие ресурсную среду. Семья гораздо быстрее будет проходить какие-то кризисы, которые есть, безусловно, в каждой семье. Эти кризисы будут проходить гораздо более спокойно, быстрее, с наименьшими потерями для семьи. Если одну и ту же семью, одних и тех же маму и папу поместить в среду, где все члены семьи чувствуют какое-то напряжение, агрессию, страх, они не чувствуют себя безопасно на этой территории. То, естественно, очень много внутренних сил будет уходить на то, чтобы поддерживать себя. Окружение очень влияет на ребенка. Дети не выбирают свое окружение. Дети живут в том окружении, в котором находятся родители. Поэтому, дорогие родители, очень искренне отвечайте себе на вопрос, счастлив ли я в том окружении, в котором я нахожусь. И, соответственно, вы получите ответ, счастливы ли ваши дети, потому что дети – ваше зеркало. Они будут брать ваши эмоции, ваш опыт и будут учиться от вас быть счастливым человеком. Для того, чтобы изменить качество своего окружения, нужно действовать. Проведите полный чек-ап своего окружения. Насколько в вашем окружении присутствуют люди, которые вдохновляют вас, дают вам силы, энергию. Смело оставляйте этих людей рядом и идите с ними дальше. Но если в вашем окружении большинство людей, которые забирают энергию, подумайте, стоит ли продолжать путь вместе с этими людьми. Проведите чек-ап вашего помещения, где вы находитесь, рабочего помещения, кабинета, квартиры, дома, своего ближайшего окружения. То ли это место, где вы хотите прожить свою жизнь. Если это место не соответствует, подумайте, просто запустите себе мысль, мечту о смене места. Позвольте своему сознанию пожить с этой мыслью. И поверьте, возможности приходят тогда, когда человек ставит перед собой маленькую цель. Введите для себя правила каждый день улучшать свою жизнь. И поверьте, с каждым днем то окружение, в котором вы находите, будет меняться только потому, что меняетесь вы. Своё окружение можно изменить, но для этого важно действовать. Своё окружение можно изменить, но для этого важно действовать.